И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать новый обновленный Магнум с прицелом. Теперь у Магнума есть возможность четкого понимания, куда летит ваш снаряд. Примерно так же все это теперь работает, как работает на телефоне. На телефоне, повторюсь, прицел на Магнуме уже был ранее. Посмотрим, насколько это сильно меняет Магнум, насколько упрощает его действия. Сразу могу заспойлерить, что это очень, очень сильно упрощает игру на этой пушке. И сегодня мы скатаем на дефолтном Магнуме с пробитием. Я попробовал поиграть на автоматизированном порохе. В принципе, это устройство тоже интересно смотрится, но я бы хотел попробовать протестировать бронебойку, а именно бронебойный сердечник, и попробовать поиграть с Магнумом, у которого есть определенный угол. Покажем, как это работает, ну и по ощущению, это очень крутая и жесткая темка, которая максимально упростит игру на этой пушке. Да, и на дистанции Магнум может вернуться в очень и очень хорошую мету, потому что у вас будет возможность попадать каждый, повторюсь, каждый выстрел. Потому что у вас есть вот такой вот прицел, с помощью которого вы четко видите, куда попадет ваш снаряд. Да, если я вот сейчас, например, даю чисто выстрел в зонку, да, я могу просто, ну вот, смотреть, куда залетает мой выстрел, да. То есть, хоп, он на стенку выше не летит, здесь он наверх не залетает, а он туда уже где-то сейчас полетит, да. То есть, я даже на таком большом расстоянии могу читать и могу четко давать выстрел по противнику, только у меня по ощущениям нет урона. Нет урона? А, нет, есть урон. То есть, вы можете четко понимать траекторию, понимать, куда должен лететь ваш Магнум и спокойно за счет этого отыгрывать и реализовывать эту пушку. Нас, конечно, закидывает на не самую простую и не самую легкую карту. Это темпл, это захват флага, но даже на нем мы будем пробовать сейчас реализовывать это устройство и посмотрим, что у нас из этого всего получится. Так, пробуем зарядить сотку. Сотка теперь, кстати, заряжается дольше, но зато я четко знаю, куда залетит мой выстрел. И я могу идеально стрелять каждый, каждый, повторюсь, выстрел на Магнуме. Это настолько сильно упрощает игру на этой пушке, что теперь это, ну я не знаю, наверное, одна из самых легких пушек в нашей игре. При этом вы, ну грубо говоря, ничего абсолютно не поменяли, да, то есть не поменялся никакой баланс. У вас просто появился дополнительный прицел на пушке, с которым вы можете попадать и наносить урон по противнику на постоянной основе. Жестко? Конечно, жестко. Супер жестко. Я уже скатал один бой до этого на не самых больших картах, где не было резиста от Магнума, да, и мне показалось, что это, ну прям, мега, мега жесткая темка. Мега жесткая темка. Если к ней еще чуть больше подпривыкнуть, то даже с таким Магнумом, с таким Магнумом в таком балансе можно делать очень хорошие результаты. Единственное только то, что теперь, как я уже сказал, сам Магнум дольше заряжается, именно процент на дальность, да. То есть если вы работаете в средней и маленькой дистанции, то, в принципе, все работает примерно так же, но если вы работаете на большой дистанции, то уже тут чуточку подольше у вас будет лететь ваш снарядик. Но все равно все эти сотки, все эти выстрелы с таким прицелом реально попадать и реально уничтожать противников. То есть это уже как минимум, как минимум, не Магнум, на котором вы должны прочувствовать моменты, вы должны примерно понимать, куда ваш полетит снаряд, а здесь у вас максимальное упрощение игры. И вы просто все, что делаете, это смотрите на свой прицельчик и стреляете в зависимости от того, куда вам нужно попасть. То есть вы просто смотрите и делаете работочку. Здесь немножко траекторию читаем и сливаем. Но сам Магнум, как вы видите, по киллам, по очкам не на каждой карте залетает, это очевидно. И на такой карте, как Темпл, здесь у меня просто есть возможность больше показать возможности этой пушки. Но так, на дистанции, конечно, не самая лучшая пушка для такой здоровенной карты. Плюс надо поменять резист. Потому что меня что-то тут сильно в накидочку дает Гауссик. Можно было бы взять рез еще от Рикошета, но ладно, без него мы тоже справимся. Может быть попробовать даже стоит увести флаг. Не вижу, чтобы противник особо сильно стоял там под стенками. Поэтому в теории у нас есть возможность полетикса на базу и попытки увозинга флага. Здесь можно в домчик дать, а можно даже и по противнику. Но вот есть моменты, когда у меня не проходит урон. Я не могу понять почему. Возможно, это как-то связано с устройством. Но то, что урон не проходит, это меня, честно говоря, не радует. Очень даже сильно не радует. Но пока что не получается здесь увести флаг у противника. Попробуем чуть больше покидать. Но Магнум с прицелом выглядит, ну, очень простой пушкой. Прям мега простой. Да, понятное дело, что по балансу она может быть не такая жесткая. Но за счет того, что вы знаете, куда вам четко стрелять нужно, то даже с таким балансом на дистанции, на дистанции, этот Магнум будет иметь вес и будет в конкурентно способной среде показывать результаты. Так, выдаем сосулендрочку. Здесь противник играет прям супер как-то мега пассивно. Что с нашей командой, что с командой противника. Попытаться как-то увести флажочек, конечно, было бы неплохо. Но пока что у нас особо сильно с увозами не идет. Но вот перезарядка какая-то, да, такая долговато, если честно, на маленькой дистанции. Хотелось бы, чтобы перезарядочка у Магнума была побыстрее. Ну и резисты уже тоже, да, есть от этой пушки. В небольшом количестве, но они присутствуют. В общем и целом, по ощущениям, Магнумов будет намного больше. В ближайшее время эта пушка вернется в большом количестве в матчмейкинг. И большое количество игроков будет на ней играть. Еще и со сплэшом не так, конечно, жестко залетает, но все равно. Вот этот вот прицельчик, мне сразу знаете, о чем напомнил? Напомнил о том, что на телефоне есть смока, на который проходит урон каждый выстрел. Каждый выстрел на смоке проходит урон. Если у нас с телефона добавляется обновление с таким вот Магнумом, да, то что у вас теперь есть прицел и вы четко можете попадать по противнику, то, может быть, скоро стоит ожидать той самой жесткой смоки, которая может нагибать противника. Если это реально так, то это будет очень и очень неплохо. И я буду, конечно, максимально рад увидеть эту замечательную смоку в нашей игре. Но пока что у нас сегодня выходит только Магнум. Только Магнум с прицелом. Ну и я, если честно, даже немножко рад тому, что Магнум не суперсильный. Да, потому что если бы Магнум был бы еще бы суперсильный по балансу, да, то по ощущениям, по ощущениям, это было бы прям суперкритично. Потому что количество бы Магнумов в нашем матчмейкинге бы выросло бы в разы. Было бы намного больше игроков, которые стоят на одном месте и которые просто бы сидели на накидочку бы урона. Да, так, в нашем случае все не так плохо, если учитывать тот факт, что Магнум не самая жесткая и не самая сильно наносящая урон пушка. Да, поэтому здесь есть тоже свои хоть и какие-то не такие печальные темки. Так, ну а что касаемо карты, ну Темпл это просто Габелла. Темпл это Габелье. По 300 очков за 10 минут набивать на карте. Это супер мало. В теории, конечно, можно было бы здесь, наверное, никуда не ехать, а стоять на одном месте. И просто раздавать урон направо и налево. Может быть сейчас этим мы вместе с вами и займемся. Просто встанем на позиционочку. Попробуем, может быть, даже какую-нибудь сосулендерочку дать. Так, сейчас пробуем прочитать. Выстрел. А, блин, чуть-чуть еще дальше надо было дать. Сплэшом маленький урон. Там можно выдать по противничку, который стоит... А, там нет уже никого. Пробуем вон туда дать. Отличный сплэшинг. Но у этого устройства как будто... Как будто сплэш урон меньше. Так, по стеночке наводка, да? Чуть-чуть не хватает мне дальности. С этим углом. Поэтому в этом плане, наверное, бы Порох мог бы себя получше показать. Потому что я бы четко знал бы, под каким углом мне надо давать выстрел. Ну, а так, конечно, с этим Палетиксом выглядит все очень... Выглядит все очень жестко. Когда ты четко знаешь, куда у тебя полетит Магнум. Безумная вещь. Безумная. Просто безумная. Теперь любой игрок, который раньше не умел играть на Магнуме, сможет четко попадать по вам. Потому что он будет идеально понимать расстояние, куда стреляет его Магнум. Да? И... Ну, единственное, только, наверное, немножко привыкнуть надо к этому. Да? Чтобы понимать, как летит этот выстрел. И тогда... Можно просто... Попадать чуть ли не каждую тычку. Ну, как чуть ли не каждую. 99% выстрелов будет просто в цель. С таким прицелом. Единственное, надо просто пару боев сыграть. И чуть-чуть подпривыкнуть. И эти выстрелы начнут залетать очень жестко. Очень жестко. Поэтому в таком балансе Магнум хотя бы не такая болезненная пушка. Если бы Магнум был бы еще бы жестче бы по урону, то это была бы вообще бы полная габелла. Просто полная габелье было бы. А так... Меня хотя бы радует, что... Он не наносит очень быстро безумно большое количество урона. Но этот прицел очень сильно облегчает игру на этой пушке. И это 100% факт. 100% факт. 3 минуты до конца. У нас 380 очков. Количество очков, конечно, крайне маленькое. Крайне маленькое. Это свидетельствует о том, что все-таки Магнум с точки зрения баланса не является суперсильной пушкой. Ну, либо я просто сам крип, который не совсем понимает, как можно на такой карте лучше реализовать эту пушечку. Ну и... Резисты потихоньку тоже начинают появляться от Магнумов. Поэтому, скорее всего, в матчмейкинге уже большее количество игроков эту пушку начало использовать. Давайте попробуем покидать. Встанем на такую позиционочку. Понял, тыщенка залетела. А, пока у меня выстрел летит. Я-то уже переключился с ДДшки на ДАшку. А по итогу-то... По итогу-то мой выстрел-то еще не попал. А я уже стою на броне. Из-за этого татычка уже залетает не с хорошим уроном. Поэтому такое себе. 400 по резисту. По резу, конечно, крайне мало летит. Так, напробуем. Оп. По резику 1100. Рез тоже как будто с резистом. Вытягиваем наверх. 1800. Против резов, конечно. Здесь такие супертычки не летят с большим уроном, к сожалению. Ну и плюс, если там броники используют игроки. И такие всякие подобненькие устройства. А ясно, сосули это моя темка, как говорится. Рабочая. Рабочая. Ну и залетик тоже неплохой. На этой карте, конечно, я бы лучше всего использовал игрома на дальность. И записывал бы обзор именно на него. А не на какой-то магнум. Потому что на таких картах реализовать можно идеально. Но зато на такой карте можно четко пострелять на магнуме. Посмотреть идеально на этот прицел. Да, ну и я думаю, что через время мы к этому магнуму еще вместе с вами вернемся. Потому что таким прицелом, я думаю, что эту пушку можно будет очень неплохо раскрутить на других устройствах. Но в целом, конечно, я не знаю, как раньше игроки на телефонах играли с таким преимуществом. Да, то есть, ну, как по мне, это несправедливая вещь. То есть, когда у тебя на телефоне есть вот прицел, да. Но у тебя есть четкий прицел, да. То есть, есть четкое понимание, куда прилетит твой выстрел. Да, идеально четкое понимание. А у игрока с компа нет ничего. Да, так же самое сейчас на смоке на телефоне проходит каждый выстрел. Да, то есть, там нет пролета снаряда через танк. Там регает каждый, мать его, выстрел. На компе у тебя, грубо говоря, со смокой с пульсаром на средней большой дистанции, ну, наверное, регает процентов 30 выстрелов. То есть, в моем понимании должно быть все так сбалансировано, чтобы и на телефоне, и на компе были одинаковые возможности, да. И если у нас раньше не было такого прицела на магнуме, то почему он был на телефоне? Если уж выходит прицел, то в моем понимании он должен быть как на компе, так и на телефоне. Пишите, что вы думаете по поводу этого магнума, поиграли вы на нем или не поиграли. В моем понимании прицел это супер имба для магнума. И любой игрок, который до этого дня не понимал, как играть на этой пушке, под каким углом давать и как можно попадать, теперь с таким прицелом может идеально понимать траекторию этой пушки и на постоянной основе наносить безумно большое количество урона. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну и конечно же не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег это тег темп, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.